Торжество православия Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 43-51 На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, и находит Филиппа, и говорит ему, иди за Мною. Филипп же был из Весаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, мы нашли того, о котором писал Моисей и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета. Но Нафанаил сказал ему, из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит ему, пойди и посмотри. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем, Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства. Нафанаил говорит ему, почему ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ, прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. Нафанаил отвечал ему, рави, ты сын Божий, ты царь Израилев. Иисус сказал ему в ответ, ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше всего. И говорит ему, истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. В первое воскресенье Великого Поста, которое называется Неделей Православия, Святая Церковь торжествует утверждение и упрочение православной веры, победу над многочисленными еретиками, осужденными семью Вселенскими Соборами. Надо вам знать, что еще во времена апостольские появилось много лжеучителей, и число их все умножалось и умножалось с течением веков. Восстали еретики, искажавшие святую веру православную, вносившие в символ веры свои нечестивые исправления, ложно учившие о божестве Господа нашего Иисуса Христа. Так было во времена древние, это было предсказано святыми апостолами, ибо вот что говорит святой апостол Петр во втором своем соборном послании. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении». Второе послание апостола Петра, глава 2, стихи 1, 2. Также и святой апостол Павел предупреждал христиан ефесских, «Я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Деяния святых апостолов, глава 20, стихи 29-30. Уже тогда, в эти древние времена апостольские, начались разделения в Церкви Христовой, появились, по словам святых апостолов, лжепророки и лжеучители. И многие последовали за их нечестием, многие погибли смертью вечной. А ведь сам Господь наш Иисус Христос говорил и молился о том, чтобы Церковь Его, святая, была единой. Вы много раз слушали то евангельское чтение, в котором Господь говорит о себе «Аз, есмь, пастырь добрый, и знаю моя, и знают мя моя». Эту речь свою Он закончил словами «И будет едино стадо и един пастырь». Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 16-й. Он хотел, чтобы было единое стадо под Его единым пастырским руководством. Он молился и в своей первосвященнической молитве Отцу Своему. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 21-й. А где же теперь это единство церкви? Церковь терзают еретики и лжеучители. Церковь единая разделилась еще в древние времена, в 1054 году, на церковь западную, католическую, и церковь восточную, греческую, православную, которой мы принадлежим. Это разделение церкви было вызвано больше всего гордостью и притязанием пап римских на нераздельное господство в церкви, которое они хотели управлять единолично. А святыми апостолами заповедано, чтобы не было единоначалия в церкви, чтобы церковь управлялась соборами, а не одним лицом, именующим себя наместником Христа на земле. Мы не виновны в этом разделении церкви. Мы сделали все, чтобы предотвратить разделение ее, но Господь попустил быть этому. В 15 веке восстал новый расколоучитель Лютер, который подверг дерзкой, своевольной критике все учение церкви, католической и православной, и переделал его совершенно так, как казалось ему нужным. И возникла новая, уже порвавшая преемственность с апостолами церковь лютеранская. А затем началось постоянное и безостановочное деление этой лютеранской церкви на множество сект, на множество толков, ибо Лютер предоставил всем своим последователям полное право толковать Библию так, как они сами находили нужным. И началось это толкование без руководства Богом поставленных пастырей церкви, и толкование стало неизбежно криво толкованием. Всякий понимал Библию так, как хотел, так, как подсказывал ему необразованный и слабый ум его. Стали возникать одна за другой секты, которых имеется огромное количество в церкви протестантской. Но к великому горю нашему и в нашу церковь проникло влияние этих лютеранских ересей и сект. Нашлось в нашем народе немало таких, которые оставили свою веру отцов и пошли за протестантскими сектантами. Так возник штундизм, баптизм и многие другие секты. Так без конца идет дробление церкви Христовой, так уходят из нее люди, неутвержденные в истине, люди дерзкие, люди гордые. В секты уходят люди невежественные, и учение свое создают, проникнутое самым тяжким пороком, самым тяжким грехом, сатанинским грехом гордости. Они смеют критиковать то, что установлено Вселенскими соборами, что предписано святыми апостолами, то, чему учит церковь православная. Они своим невежественным и дерзким умом подвергают уничтожающей критике всю Библию, весь Новый Завет, и берут из Библии только то, что им нравится, что льстит их самолюбию, их гордости, их предвзятым мыслям. Основатели русских сект почти все сплошь были людьми совершенно невежественными. Это были крестьяне, ремесельники, дворники. И не имея никакого образования, своим темным умом они сочиняли новые учения, подвергали критике все то, чему учит церковь православная, совращали в свои секты многих и многих православных людей. Гордость и глубокое невежество лежат в основе сектанства. Это надо всем твердо запомнить. Надо вам знать, что сектанство выродилось у нас в дикие, нелепые формы, возмутительные по своей глупости и по своему дерзкому отрицанию всего христианского учения. Есть немало сектантов, которые отвергают божество Иисуса Христа. К стыду русского народа нашлись в нем люди, которые, забыв свою русскую родную старину, все вековые устои своей русской национальности, свою православную веру, стали исповедовать еврейскую веру. Ибо есть целый ряд жидовствующих сект, которые соблюдают закон Моисея, чтут все иудейские праздники, обрезанию подвергают себя и детей своих, и становятся из русских евреями. Вот до каких нелепых форм доходят некоторые сектанты. Сейчас вы видели, как трудно было вывести из храма хлыстовку, если бы вы знали, какие безобразия творятся на их родениях хлыстовских. Но они настолько постыдны и возмутительны, что я не хочу говорить о них в этом святом месте. То, что я говорю о невежестве и дерзости сектантов, говорю не от себя. Об этом говорил святой апостол Петр в своем втором соборном послании. Нелепо и невежественно извращают священное писание сектанты. Они выхватывают из него отдельные тексты, которые им удобны, и отбрасывают все то, что в священном писании противоречит их толкованию. Святой апостол Павел в послании к римлянам сказал, как проповедовать, если не будут посланы. Нас, служители церкви, архиереев и священников, посылают на проповедь, священников посылают архиереи, а архиереи получили эту власть от апостолов. Они продолжатели святого дела апостольского, они являются наместниками апостолов. Нас посылает Бог на проповедь. А кто посылает сектанских проповедников? Они отвергают таинство, иные даже таинство крещения. Они отвергают и таинство священства. У них нет рукоположенных епископов и священников. Сектанты выбирают тех, кто им нравится, и называют их пресвитерами. Они попрали слова Павловы. Сами себе присвоили право проповедовать, а Господь Иисус Христос своим апостолам вручил право пасти стадо свое. Ибо много раз вы слышали то евангельское чтение, в котором он говорил апостолу Петру, «Паси, овцы моя, паси, агнцы, моя». Сам Господь повелел апостолам пасти стадо свое, а апостолы повелели это нам. А кто сектантам повелел пасти? Господь Иисус Христос сказал Своим ученикам, «Слушающий вас меня слушает, и отвергающийся вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня». Евангелие от Луки, глава 10, стих 16. Сектанты отвергаются тех, которым апостолы доверили святое дело. Они не слушают нас, и по слову Божию, они не нас отвергаются, а самого Господа Иисуса Христа. А кто отвергается его самого, тот отвергается пославшего его. Нет более тяжкого греха, чем расколы и разделение Церкви Христовой. Так говорили все великие святители, так говорил Иоанн Златоуст, Василий Великий, почти теми же словами, которыми сказал священномученик Киприан. «Люди, не хранящие союза и приискреннего общения с Церковью, хотя бы предали себя смерти за исповедание имени Христовой. Грех их не омоется и самою кровью. Неизгладимая и тяжкая вина разделения не очищается даже кровью». Видите, какой ужасный грех, раскол и сектанство, как страшно уклоняться от Церкви Христовой и идти за еретиками. Святые апостолы многократно предупреждали нас об этом. В послании к римлянам апостол Павел говорит «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них». Послание апостола Павла к римлянам, глава 16, стих 17 Господь Иисус Христос сказал «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 15 «Знайте, люди Божии, что сектанты вкратчивы, что они приходят под личины любви и смирения. Они хитры чрезвычайно. Особенно хитры и особенно тонко льстят слуху вашему, баптисты. Они прикидываются святыми, пленяют любовью, вниманием к вам, завлекают сети, и в этих сетях вы погибаете. Святой апостол Павел в послании к фессалоникийцам и галатам говорит «Стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим». Второе послание апостола Павла к фессалоникийцам, глава 2, стих 15 «Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». Послание апостола Павла к галатам, глава 1, стих 9 Всех тех, кто состоит в сектах, кто соблазняет людей своими лжеучениями, апостол Павел предает анафеме. Исследуя словам его, святая церковь в этот день анафемаствует всех еретиков, всех непризнающих вселенских соборов и священного предания. Помните и знайте, что если кто вас соблазнит в сектанство, то вы подлежите анафеме, вечному проклятию. «Что может быть более страшным?» «Я не знаю». «Я только могу вас умолять, как умолял святой апостол Павел, беречься этих хищников, беречься производящих расколы, никогда не ходить на их собрания, иначе будете отравлены ядом их». «Бойтесь, как огня, общения с еретиками, общения с сектантами. Держитесь той верой, которую научает нас святая церковь, веры евангельской, веры христовой, веры апостольской. И спасет вас Господь Иисус Христос». Аминь.